Всем привет из Франции! Мы находимся в Шампане. И о чём хотелось сегодня рассказать? Я уже раньше говорила и снимали мы ролики о знаменитом шампанском, который называется Дом Периньон. Мы даже были на могиле знаменитого монаха, самого знаменитого монаха Франции. Вот именем этого монаха и названо самое дорогое шампанское. Шампанское Дом Периньон это вино, которое инвестичное. Всегда, когда вы покупаете бутылку Дом Периньон, она дорожает. Но иногда бывают такие вина, которые, именно Дом Периньон, которые ещё быстрее дорожают и ещё которые больше ценятся. Обычно это тогда, когда речь идёт о коллаборациях. У Дом Периньон были коллаборации с разными артистами. Лени Кравиц, Леди Гага, ещё одна, Бью-Йорк или как-то, не помню, певица. И это те вина, которые после того, как выходят, вот допустим, вышло вино в 2021 году или в 2022. Да, в 2022 вот тебе даже. Леди Гага. Коллаборация 2008 года шампанское. И до сегодняшнего дня это вино подорожало, ну, раза в четыре. А оно и до того стоило очень дорого. Но сейчас Дом Периньон сделал коллаборацию с одним художником. И такое вино подорожает ещё быстрее и ещё сильнее, потому что всё-таки на этом вине изображены картины этого художника. И этот художник очень модный. Кстати, очень модный среди российских модников. Я бы даже так сказала. В общем, сначала я хочу рассказать вам историю этого художника. А потом показать, как выглядит это вино. И вообще, как вы относитесь к такому искусству. Считаете ли вы это искусством? Итак, история о художнике. 22 декабря 1960 года в городе Нью-Йорк родился мальчик. Его назвали Жан Мишель. С самого детства ребёнок проявлял любовь к искусству. И в шесть лет, по мнению родителей, уже очень хорошо рисовал. Когда юному дарованию исполнилось 13 лет, его мама попала в психиатрическую клинику. А отношения с отцом у ребёнка не складывались. Поэтому он часто убегал из дома. А после и вовсе. Бросив в школу, молодой художник ушёл от отца. И решил полностью посвятить себя искусству, улице и наркотикам. С серьёзными отношениями Жан Мишель себя не обременял. Но романов с женщинами у него было много. Кстати, одной из его девушек была Мадонна. В 17 лет молодой человек начал делать свои первые серьёзные шаги в искусстве посредством оставления глубокомысленных выражений на стенах домов. Именно граффити и принесли ему первую популярность. Да причём такую, что его начали приглашать на именитые выставки и вернисажи. Вскоре Жан Мишель Баске стал востребованным художником. Но 12 августа 1988 года от передозировки запрещённых средств Жан Мишель умер, оставив после себя множество картин, которые искусствоведы и критики со знанием дела называют гениальными. Более того, после смерти гения цены на его полотна резко возросли в цене. Кстати, большинство работ художника не получили названия, поэтому простому обывателю сложно ориентироваться в творчестве автора. Тем более, когда не совсем понятно нам, простым смертным, что именно художник изобразил на холсте. Самым дорогим произведением Баске является безымянная картина, проданная за 110,5 миллионов долларов. И именно эта картина входит в топ самых дорогих картин мира. Вот эти картины. И вот с «Довинчи» всё понятно. Это шедевр. Здесь не нужен толкователь, который мне объяснит смысл гениальности. А вот эта картина за 300 миллионов долларов, увы, требует расшифровки от просветлённых. Собственно, как и картина за 200 миллионов долларов под загадочным названием «17А». Ну, а ей на смену приходит вот это за 186 миллионов. Ну, Жан-Мишель в представлении не нуждается. 110,5 миллионов. А это шедевр под названием «Свет Анны» за 105,7 миллионов долларов. А вот и Тициан скромно жмётся со своими 50 миллионами. Куда ему до света Анны и прочих гениальных шедевров, которые не для всех. У меня есть ещё один любимый художник. Зовут его Жан-Миро. Его картины не такие дорогие, как могли бы быть, но тоже цены на них исчисляются в миллионах. Например, вот эта картина «Собака» стоит более 2 миллионов долларов. Говорят, что Миро гений, и картины его гениальны, и поймут их лишь те, кто очистит голову, любуясь этим высоким искусством, мысленно вернётся в детство. Не сочтите меня за сноба, но что-то в этом высоком искусстве, требующего всегда объяснения просветлённых, напоминает мне сказку о маленьком чистом ребёнке, который не умел врать, поэтому крикнул всем, а король-то голый. Те, которые, понимающие, важно цокают языком, созерцая это, видят не шедевр, а 2 миллиона баксов. А не было бы этих миллионов, не было бы и шедевра со всеми его расшифровками. Но вернёмся к нашему герою. Самый известный мотив Баския – это корона. Уверена, многие её знают или хотя бы видели. Кстати, однажды с изображением Баскиевской короны на футболке появился Лавров. Это его появление, между прочим, тогда наделало очень много шума. Ну и как я говорила ранее, в этом году дом шампанских вин Маэттен Шандо выпустил вот такой шедевр. Итак, вот такие коробки с шампанским Дом Периньон. Вместе они делают картину. Так, сейчас я её ровненько вот так сложу. Вот видите, здесь лицо очень красиво написано. Вот какие ушки, да, глазки, носик. Но я не знаю, если бы я села писать такое, я бы, конечно, расстаралась бы. И учитывая то, что у меня обе руки левые, я бы сделала, наверное, красивее, потому что... Вот что это? Вот это что? В общем, бутылки и эти. Я уверена, что люди, многие считающие себя знатоками современного искусства, знают, о чём речь. Но, повторюсь, я не знаток современного искусства. Для меня это не искусство, для меня это просто явление. Вот. И потому я, конечно... Я не понимаю, как человек, который, по всей видимости, рисовать-то не сильно и умеет, считается одним из самых высокооплачиваемых художников, вот потому что, например, он создал такой шедевр. Вот это шедевр. Вот это вот шедевр. Представьте себе, такой шедевр, допустим, вот это лицо. Вообще, как бы здесь отвлекусь. Здесь три бутылки должно быть. Картина, если не ошибаюсь, называется Италия. Что-то такое. Не сильно я выучила название картины, просто я не стала уже лезть за третьей бутылкой. Две бутылки составляют лицо, третье, там, продолжение картины. Ну, там, она не столь интересна. Третья будет, если вот эту зелененькую повернешь вот так вот. А. Вот это третья картина. А, вот, видите. А ну, потом, если вместе сложить, Лада подсказала. Короче, да, вот это вот должно быть лицо и продолжение лица. Вот, тоже. Это продолжение картины. Продолжение. Вот, бля. Вот. Это что? Ну, серьезно, это что вообще? Ты смотри на них. А там что-то верхнее чуть не получилось. А то не получилось, он замазал, ну, закалякал. Слушайте, это каки-маляки. Каки-маляки. Ну, мне вот это, вот мне очень нравится вот это вот. Ну, я просто на это не сильно, я еще и не сильно рассматривала. Вчера мы были заняты. Вот это мне очень нравится. Красиво, да? Вот тут что-то. Вот тут не получилось, зачеркнул. Во, во. Этикетка. Ну, этикетки на это. Вот они, этикетки. Они разные. Зеленая, желтая и розовая. Да. Вот. Я сейчас, я достала сейчас зеленую и желтую. И поверьте, это вино, дом перенье, именно благодаря вот этим вот карикатурам, оно будет очень-очень сильно дорожать. я не удивлюсь, если именно вот эти бутылки ну, уже к Новому году раза в два подорожают. Но дело не в этом. Я бы, конечно, почему вообще я это купила? Ну, потому что я знаю, что, во-первых, на этом хорошо можно заработать. Ну, а во-вторых, говорю, для меня вот это все современное искусство большая загадка. Я себя всегда чувствую как в сказке о голом короле. Я вижу, что это никакое не искусство, но искусствоведы, которые считают себя искусствоведами, которые понимают что-то, считают, что они что-то понимают в этом, они, конечно, мои слова опровергнут, скажут, что я там вообще там ничего не понимаю, я не разбираюсь, не вижу, насколько это прекрасно. Ну, такое прекрасное нарисую я. И опять-таки повторюсь, я постараюсь и сделаю это лучше. Потому что, если я буду знать, что мою картину расположат на, поместят на бутылке Дум-Перенеем, то я, конечно, буду стараться, но вот так вот. Он не знал этого. Ну, он не знал, он вообще уже умер. Ну, да. Поэтому не старался. Человек не старался, человек просто. Ну, вот действительно, ну, посмотрите на это. Вот для себя. Вот, посмотрите. Вот, вот что мы еще обнаружили на верхней части бутылки. 1900... Во-первых, у него даже почерк некрасивый. Вот такое лицо. Или что это? Ну, это зубы, рот по всему. Судя по всему. Ну, я так в садике рисовала. Давай надо найти... Да, найти детские работы мои. Только вот. Ну, потому что, если это работа... Вот и вот. И вот, поверьте, это мы смеемся, что это чепуха. А это чепуха, в которой, которая действительно... И еще раз говорю, шампанское Дом Периньон это самое инвестичное шампанское, которое... Любая бутылка Дом Периньон будет дорожать, она всегда просто дорожает. Даже если без вот этого безобразия. А вот с этим безобразием так вообще... Вот это, видите, винтаж 2015 года. И поверьте, если бы у меня был сейчас выход на Россию, а в России любителей искусства этого художника очень много, я бы туда это продала. Но сейчас это сложно. Вот так-то. Красиво. Вот красиво же. И еще в продолжении этой красоты мы сейчас выяснили, действительно, эта картина называется «Италия». Была написана в 83-м году. И оригинал этого шедевра был продан в 2017 году на аукционе в Сотбис за всего лишь 11 миллионов долларов, конечно. Что очень недорого для такой великолепной картины и вообще для такого гения. Потому что его шедевры, они оцениваются в сотни миллионов долларов, я уже показывала. И 40 миллионов, а тут каких-то 11. В общем, странно, что «Дом Перенеона» выбрал именно эту картину. Но я думаю, после того, как «Дом Перенеона» выбрал, цена картины поднялась. Ну да, главное, она в частной коллекции эта картина находится. Думаю, если кто-то захочет ее продать, то она уже будет, цена у нее будет гораздо выше. Вот так. Так. А мы идем дальше. А еще есть такая японская художница. Зовут ее Яёй Кусама. Чем она знаменита? Ну, вот, например, существует портрет, знаменитейший портрет вдовы Клико. Возле дома вдовы Клико в Реймсе мы сейчас находимся. Так вот, существует знаменитейший портрет вдовы Клико. Вот он. А что с ним сделала Яёй Кусама? Она его сделала гораздо лучше. Вот. Так вот, эту японскую художницу называют Королевой Гороха. Ну, видимо, потому, что Горох умеет она рисовать лучше всего. И дом вдовы Клико, в котором мы сейчас находимся, с ней тоже когда-то сделал коллаборацию. Японская художница Яёй Кусама родилась 22 марта 1929 года. На самую первую выставку художницы вообще никто не пришёл. Её картины считали очень странными и попросту их проигнорировали. Потому, из Японии художница решила переехать в Америку. Но, в галереях Нью-Йорка её даже не пускали на порог. Организовать собственную выставку у неё получилось лишь в 1989 году. Но, в 1993 году её признали во всём мире. Сейчас художнице 95 лет. Она каждый день работает в своей мастерской. Но, ночевать возвращается в психиатрическую лечебницу, в которой живёт уже более 40 лет. В 2014 году её картина «Белый», номер 28, была продана за 7,3 миллиона долларов. На сегодняшний день её Кусама официально признана самым успешным художником из ныне живущих. А в 2021 году своим горохом её Кусама украсила бутылки вдовы Клико урожай 2012 года. В общем, и в 2021 году вот эта японская художница очень красиво украсила бутылки вдовы Клико. Красиво или нет, не знаю, но они бешено дорожают. И один мне клиент даже сказал так. Говорит, этой бабушке уже 95 лет. Да, японцы долгожители, но они не живут вечно. В общем, когда бабушки не встанет, говорит этот клиент, говорит, эта бутылка будет стоить огромных денег. Ну да, конечно, она и так дорожает, эта бутылка. А действительно, когда умрет художница. Дай бог ей долгих лет, но вот из такой глупости действительно. Для меня это все чепуха. какое это художество? Никакая она не я. Эта японка она как говорит? Если бы не искусство, я бы покончила с собой. Это ее фраза. В чем искусство? В горошинах искусство продать, не более. Вот искусство уметь вот такое продать. И почему бы этим не воспользоваться? И мы этим пользуемся. Вот мы покупаем такие вещи и потом пытаемся продать. Не пытаемся, мы их прекрасно продаем. Более того, вот этот дом переньон, что я показывала, я сейчас даже его в продажу не буду выставлять. Зачем? Зачем? Он сейчас благополучно подорожает и тогда. Также из удового клика с горошинами. То же самое. Мы, конечно, ее продавали, 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 потом припрятали, сейчас опять выложили. Но все равно, я думаю, самое главное время вот этой бутылки горошинах будет тогда, когда бабушка починит в бозе. Ну, опять повторюсь, желаю ей долгих-долгих лет, хоть ей уже и 95. опять. Ну, японцы живут долго. И, кстати, этот двумпериньон, который я сегодня показывала, вот с этим безобразием на этикетках, он, ну, сейчас уже вообще в продажу выставлять не будем. Зачем? Зачем? Он, ну, может, перед Новым годом бутылочку две мы выложим в продажу. А так? Нет. Зачем? То есть дорожает. То есть дорожает, а то мы его продадим. А он подорожает, потому что это очень ограниченное количество бутылок вышло, они уже не повторятся, такие вот они вышли единожды, и все, и больше их не будет никогда. Вообще, мы сейчас находимся в подвалах, где выкликло, сидим сейчас. отдыхаем. И тут входит турист. Так вот, дом Перенеон пока мы продавать не будем. Это инвестиция, как еще раз я говорила, это просто инвестиция. Ну, конечно, я одну себе такую оставлю. Представляете, сколько это будет стоить лет через 20? Огромных денег. Огромных денег такие вещи стоят. Есть бутылка дом Перенеон с коллаборацией с Карлом Лагерфилдом. Цена этих бутылок, ну, конечно, вот с Карлом Лагерфилдом очень красивая, но цена этих бутылок в районе 100 тысяч евро. И то, попробуйте еще их найти за эти деньги, даже не найдете, наверное. Вот так вот. Вот такая вот история. Но я хотела бы вам сегодня еще рассказать очень красивую историю об очень красивом искусстве. То, что для меня является искусством, настоящим искусством и настоящей красотой. Это шампанское любила Коко Шанель. И это действительно очень красивая бутылка. Для меня это самые красивые бутылки из всех, что только существует в шампане. И история, которая связана именно с такой бутылкой, она очень красивая, прям сказочная и очень интересная. Итак. Любимой маркой шампанского знаменитого писателя Оскара Уальда было Перье Жуэ. Он настолько его любил, что даже угодив в тюрьму за непристойное поведение, его единственным требованием было ящик любимого брюта. С обожаемым напитком писатель не расставался и на смертном одре. Когда перестал действовать морфин, Уальд облегчал свою боль смесью опиума, хлорала и шампанского. Именно по этому поводу он сказал свое знаменитое. И теперь я умираю, как жил, непосредством. Сегодня дом Перье Жуэ это не просто великий шампанский дом, любимый королевскими семьями. Это символ прекрасной эпохи. Белли-пок названа хранящая в себе тайну легендарная бутылка с анимонами. Шампанский дом был основан в 1811 году молодой семейной парой Пьером Перье и Роусо-де-Лаидой Жуэ из Эперне. Пьер владел несколькими гектарами земли в Шампане. Правда, виноград там никогда не выращивался. Но молодой человек был связан с винным бизнесом, ведь он происходил из богатой семьи производителей винных пробок. Приумножив свой капитал при помощи приданного жены, молодой человек смог купить большое здание на Авеню де Шампань, где и по сей день располагается штаб-квартира дома шампанских вин Перье Жуэ. А вот Роус Жуэ было всего лишь 19 лет. Она была дочерью производителя Кальвадеса и с детства привыкла работать на винограднике. Именно Роус и стала движущей силой дома. Она кропотливо работала и с лозами, отбирая самые лучшие и в производственных помещениях, где совершенствовала технологии. Эта семейная пара умело разделила обязанности. Роус шампанское создавала, а Пьер его продавал. А спустя полвека со дня основания дом стал знаменит на весь мир, а в 1874 году Перье Жуэ стал официальным поставщиком королевского двора. Их брюд был любимым вином королевы Виктории и сопровождал все официальные королевские трапезы. Но самая интересная история произошла с домом в начале 20 века. Именно тогда владелец дома Анри Галис решает создать неповторимую по красоте бутылку для своего главного пюве. Будучи искусствоведом и поклонником японской живописи он заказал у известного мастера росписи по стеклу Эмиля Галле четыре полуторалитровых бутылки расписанных анимонами. Художник заказ выполнил. Бутылки оказались удивительно красивыми, но увы, цена на них получилась слишком высокой. Поставить выпуск таких бутылок на линию оказалось очень невыгодно. прекрасные бутылки были отправлены в подвал и там забыты. В 1964 году мастер, работающий в погребе, нашел заваленную мусором коробку. Каково же его было удивление, когда, раскрыв ее, он увидел четыре бутылки с прекрасной росписью. Так и случилось, что в 1964 году Белли Пок в цветах получила второй шанс на жизнь. И уже в 1969 году была выпущена первая партия легендарных цветочных бутылок. С тех пор бутылка из темно-зеленого стекла с белыми анимонами стала не только символом дома Перье-Жуэ, но, пожалуй, самой красивой бутылкой шампанского. Шампанское Перье-Жуэ любил не только Оскар Уаль, но и Коко Шанель отдавала свое предпочтение именно этому напитку. Легендарный шампанский дом всегда ценили королевские семьи и сильные мира сего. Княжеский дом Монако известен своей любовью именно к Перье-Жуэ с 1970 года. Именно тогда принцесса Грейс Келли предпочла его. Спустя десятилетия в княжестве неизменно чтут шампанские вина этого дома. Именно Перье-Жуэ был выбран для свадьбы принца Альберта Второго и Шарлин Виттесток в 2011 году. Посмотрите какой красивый набор сумка Перье-Жуэ Это наверное для бутылки такая тоже с этими цветами бутылочка это какой год 2015 Белли-Пок бокальчики у них очень красивые бокальчики это тоже бокальчики все коллекционные вот такая красота 2013 вот вот такая красота вот такие красивые цветы вот эти бутылки они в таких рубашечках чуть не сказал вот так запечатано но там тоже очень красивые бутылки внутри вот это красота вот эти цветы вот это действительно изящно красиво какие здесь красивые цветочки нарисованы на стенах и вот какие бокалы здесь есть видят цветка вот этот дом для меня он самый красивый есть конечно обычная вот эта серия называется беллипок которая вот этими цветами а есть просто обычная шампанское бережуя без цветов на бутылке но шампанское очень хорошее очень качественно и дом самый красивый шампани вот как оно красиво все запечатано вот набор например здесь бутылка беллипок 2015 и два бакана пацана вот эти вот баканы так в север как нет у нас есть такое просто у нас не беллипок и вот кстати не в беллипок бокалы красивее а вот какое красивое айсбокс подставка под лед смотрите тоже в виде цветка посмотрите посмотрите здесь красивый бар здесь можно попробовать это шампанское людей конечно здесь сегодня очень много нет как я говорила это один из красивейших домов у них никогда я думаю в ближайшем будущем не появится на их бутылках нечто подобное что сейчас сделал бомпериньем у них все по красоте вот такой у них красивый дворик перед домом вот здесь мы только что были внутри летом здесь стоят столы люди дегустируют шампанское но сейчас все переместились внутрь очень красиво здесь еще вечером это очень все красиво подсвечено и вот такой красивый дом вот такая у них красивая история вот такая красота а осень это мне кажется даже еще красивее чем летом смотрите сколько цветов осень вот так вот кстати очень красиво к рождеству здесь украшают так что кто будет в Эперне мы сейчас находимся в Эперне обязательно посетите это место это действительно красивое место с очень хорошим вином и с очень интересной историей а вот бутылка которая через пару лет будет 50 лет представляете кто-то ее когда-то купил сохранил теперь она с нами уезжает в нашу коллекцию полвека ждала нас вот так вот вот это красота действительно и кстати да такое тоже очень дорожает мы там видели бутылку 1947 седьмого года она полторы тысячи евро стоила а еще о современном искусстве однажды мы с Эдиком были во Флоренции и посетили знаменитые знаменитую галерею Уфици это нечто это великолепная галерея висят картины Леонардо да Винчи Боттичелли но в тот момент когда мы там были там еще проходила выставка японского художника имя я его не запомнила да и вот представьте вы ходите вокруг красота действительно мастерство масло масляное мастерство великих мастеров а рядом в Уфице столько громких имен что просто не верится что все это возможно было собрать в одном месте но непонятно вот что почему рядом с Боттичелли Леонардо да Винчи Тицианом Рафаэлем Микеланджело и так далее висят мягко говоря как и маляки забавно было бы конечно услышать мнение Рафаэля обо всей этой мазне или узнать взял ли бы это говно в свою коллекцию Козима Медичи по приказу которого и была возведена Уфица но что-то мне подсказывает что за эту красоту это чучело называющее себя художником прямиком бы отправили на костер вместе со всем его творчеством ну а мы подошли к святая святых Реймса к Реймскому собору знаменитому очень знаковому месту для всей Франции самому важному собору всей Франции и здесь тоже не обошлось без современного искусства почему да потому что витраж этого собора украшал Марк Шагал Марк Шагал еще конечно же украшал потолок Парижской оперы ну и здесь поработал нравится ли мне Марк Шагал нет но по сравнению со многим другим что чем знаменито современное искусство Марк Шагал еще конечно не самое страшное ну конечно уверена что многие сну не согласятся и скажут что Марк Шагал это прекрасно пусть будет прекрасно мне больше нравится Ботечель вообще атмосфера вечером здесь шикарная такое мрачное все только что били часы я не успела это зафиксировать и вот посмотрите на эти витражи великолепные вот здесь может их не сильно хорошо видно и вот здесь написано что над этим витражами работал Марк Шагал вот днем днем их лучше можно рассмотреть сейчас они не так заметны но все в стиле Марка Шагала конечно повторюсь на любителя я не являюсь поклонником Марка Шагала вот те отражи мне нравятся гораздо больше ну а вообще о Римском соборе я рассказывала в одном из своих роликов более подробно этот собор видел Петра Первого Николая Второго этот собор видел всех французских королей потому что они здесь короновались это вообще очень-очень интересное место и если будете в Римсе его посетить просто обязательно нужно вот так вот такие истории ну а в конце этого видео я хочу приложить ролик из прошлого как мы с Владой однажды прикоснулись к прекрасному прикоснулись к искусству и оставили свой след в современном искусстве ой как красиво мы очень надеемся что до сегодняшнего дня да мы очень надеемся что до сегодняшнего дня наш след находится там же на своем месте где мы его и оставили ну а вот еще посмотрите какая красота какая древность вау все мы идем на выход а вы посмотрите как мы с Ладой однажды стали гениями современного не поняла закрыли уже стали гениями современного искусства смотрите какая здесь засов засов какой стены так все на выход в ночной реймс здесь маленькие детки ходят о видишь один ребенок а еще второй где-то ходят они с каучи а вот и не побоюсь этого слова музей храм прекрасного а теперь кроме шуток вот самое красивое мне кажется в этом музее это вид вид открывается на Париж правда окна засмальцованные ну какой музей такие окна но вид здесь отсюда просто шикарный вон там Монмартр вон там Ладифенс а вот Эфелева башня офигеть я бы здесь хоть что-нибудь пропустить вот старый матрас мне очень нравится и выцепшит просто самое смешное что нравится все только нравится в кавычках все только нам остальные вполне серьезно к этому относят а это видимо самый ценный экспонат это самый ценный экспонат он за стеклом офигеть что же там такое а здесь красота красота продолжается ой мамочки родные ради этого видимо я сюда и пришла да ради этого стоит учиться на скульптор это наверное стрекоза и муравей если у меня что а тут красивые статуи посмотри ты статуи красивые простами нельзя не пропустить нельзя пропустить ни один шедевр но тут какая серьезная работа со светотенью не могу просто я не могу перестать удивляться что это фотография вот грудная мусора например какой ужас там воробей настоящий что ли только залитый что-то и вот рядом шедевр мы не шутим это музей это действительно музей мы за него заплатили деньги а это картины это считается шедевром тут каждая картина просто заслуживает внимания вон там вот смотри вот это моя любимая а вот это моя любимая да 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 во многих городах да на домах такое наверное есть итак мы переходим к моему любимому портрету кто из нас в детстве не рисовал такое кто из нас в детстве не рисовал такое почему я не сохранила все свои шедевры еще бы была миллионером бессовестная в храме в храме искусство в храме искусство кстати нам-то быстро какое искусство картина этого художника как красиво я не могу и вот и вот в довершении всего это женщина если что быстро быстро смотреть да до сюда иди тут красивое началось опять а так это же пять миров сегодня как к нему не привыкну что попало здесь не вешают вот так вот кстати на фоне основной дряни это еще более-менее нормально встаю я смотрю этот о России 27-го года и не вижу что возле возле меня там мой любимчик Малевич на секундочку и вот наконец-то мы зашли подошли к прекрасному Казимир Малевич и черный крест на белом кирпиче а вон там черный квадрат но это видимо не тот черный квадрат это другой черный квадрат интересно почему повесили такой да это видим чтоб не украли а вот этот черный две полосочки а вот это рыбка а вот это палочки и все это великий и непревзойденный Казимир Малевич такая гордость берет свинка свинка бежит вот как красиво мешает нам любоваться не это еще кстати вот я уже даже согласна что это нормально не корова а это корова вот не видишь фигеть нет этот человек на ленина похож а ручки хорошо нарисовал марк шагал вот умел умел блях мух это что случилось почему женщина голова оторвалась больше чем жених с невестой не исключено я художник я так вижу я художник я так вижу нет тут картины есть очень красивые сейчас увидишь они вот за мной как раз нет за мной за мной посмотри за мной вот это это простым карандашом нарисуем вот такое висит в музее типа типа вот такое можно вешать в музее вообще да я уже согласна что кандинский висит в музее кстати бутылка и она сюда подходит она удачно вписывается в композицию а это из области туалет закрыт кстати мне очень нравится Микки Малос а вот обсуждают здесь искусство вот квадратный мяч это чебурашка наверное это каруселька я узнала это я не узнала и это я не узнала это я тоже не узнала кусочек какашки наверное здесь нормально кстати ковры на стене с пуговицами ужас видно птиц да о это что за дрянь всяких клюшевых 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 да нет это вообще скота может хлопок какой-то фу вот это что за говно не куриные лапы похожи одно полотно лучше другого единственное что нам здесь понравилось а главное это да кстати мы единственные кто-то так долго рассматривает а там что-то мама все время обед нарисован это уже экспонаты кстати это все экспонаты да да ты что думала поставлю холодильник это все экспонат поставь поставь бутылку и все будут ее фотографировать короче мы это так оставляем и уходим будете в этом музее поливуйтесь на наш экспонат а вот и продолжение экспозиции вот прям уход в музей ну и еще раз в музей напоследок вот такой красавец а тут дети продают календарики у нас календарики да причем дети обращаются на французском и на английском Владя стала жалко детей она хочет купить у них календарики так купи иди господи календарик я хотела сказала карты можно садиться это что они козят всякие яйца наверное хорошее дело мы сделали покажи календарь он мне его втюг а сколько стоит 5 евро 5 евро за календарь мишенька но он еще восхищался очень мишенькой все довольна да ну на этом все и следующую историю мы вам уже расскажем из Праги и эта история будет продолжение истории о женах короля в прошлый раз мы вам рассказали о самой красивой жене короля а в следующий раз мы вам расскажем о самой ну не будем забегать вперед все всем спасибо и увидимся в Праге и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»